Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, во вторник, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 22 по 26. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Отца Александра. Потом же паки возложи руцы на очи Его, и сотвори Его прозретье, и утворися, и узре светло все, и послай Его в дом Его глаголя. Не ввесь в ниди, не повешскому ввеси. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время приходит Иисус в Ифсаиду, и приводит к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из поселения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки ему на глаза и верил ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. В строке сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, рассказывают о чуде исцеления Господом слепого человека в Ифсаиде. В Ифсаида лежала на пути в киссарию Филиппову, неподалеку от того места, где Иордан впадает в Мертвое море, и куда, собственно, направлялся Спаситель. Именно в этом городе ко Господу привели слепого и попросили, чтобы он исцелил его прикосновением своих рук. Слепота на востоке обычно была вызвана беспощадным блеском солнца или болезнью глаз. Человек, которого привели к Спасителю, скорее всего, не был слепорожденным. Он уже знал ранее, что такое люди и деревья, поскольку после первого же возложения Господа на него рук сообщил, «Вижу проходящих людей, как деревья». Исцеляя же его, Господь поступил следующим образом. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложил на него руки. Зрение вернулось к этому человеку не сразу, а постепенно, после двукратного возложения рук Господа. «Господь снова возлагает руки на глаза этого человека, чтобы рассеялась оставшаяся в них тьма, и повелевает ему взглянуть. И тот начинает видеть все ясно». Очевидно, Спаситель опять-таки возбуждал в нем своими действиями веру, необходимую для совершения чуда. В этом заключена символическая истина. Ведь ни один человек не может видеть сразу всю истину Божию. С помощью благодати Божией человек может в течение всей жизни познавать истину, и все же ему требуется вечность, чтобы хоть немного узнать Бога. Это исцеление Господь умышленно совершает вдали от толпы народа. Борис Ильич Гладков отмечает, что Господь знал, что вера, поддерживаемая лишь чудесами, ненадежна. Такая вера требует все новых и новых чудес, а без них не только охладевает, но даже переходит иногда в неверие. Он знал, что пораженные чудесами евреи могли провозгласить его царем Израилевым, то есть признать его не тем мессией, каким он был, а каким им хотелось его видеть. Поэтому он всегда уклонялся от всяких поводов провозглашения его мессией и даже запрещал апостолам разглашать, что он Христос. Поэтому-то он запрещал исцеленным рассказывать об исцелении. Таким образом, Христос велел исцеленному не только не рассказывать о том никому, но даже не входить в селение, а идти прямо домой. «Спаситель исцелял больных и вообще совершал чудеса не для того, чтобы прославиться, а единственно из любви к страждущим». Христос показывает, как его благодать исцеляет нас от духовной слепоты. Вначале мы видим смутно, но как солнце восходит от горизонта в высоту зенита, освящая мир, так и благодать приходит от силы в силу, освящая нашу жизнь. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что по велению Господа не заходить в селение следует понимать в духовном смысле. Слепой выводится из дома иудеев, из селения иудеев, из буквы иудеев, из иудейских традиций. Тот, кто не мог быть исцелен законом, исцеляется благодатью Евангелия. Когда ему говорится, чтобы возвращался домой, это означает не тот дом, из которого он вышел, но тот, в котором до него был Авраам. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как постепенно меняется человеческая природа, встречаясь с благодатью, и сколь много приходится нам преодолеть, чтобы обрести исцеление. «Будем же с мольбой взывать ко Господу, чтобы Он избавил нас от духовной слепоты, рождающей греховные страсти, чтобы открылись наши душевные очи и совершилось чудо-прозрение, как у слепого, который хотел видеть мир и Творца. Господь по Своему милосердию и по нашей вере может сподобить нас этого чуда и ввести нас в свое вечное царство, если мы, еще не видя красоты и славы Царствия Небесного, будем стремиться ко спасению и просить Господа просветить нас Его светом. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok